Я вот начала уже пол мыть шваброй. Ну вот покажу процесс вам. Вот допустим я уже помыла часть пола. Вот смотрите. Воды должно быть налито меньше, чем уровень центрифуги. Потом у меня тут есть такая на ручке защелочка. Я открываю ее. И начинаю так вот нажимать. И у меня споласкивается, как бы прополаскивается микрофибра. Вот видите, поднимаю, вода течет. Опускаю, опускаю вот центрифугу. И вот я уже помыла, завелась. Теперь я сейчас хочу протереть, подольше делаю, посуше. Так, все сухое оно уже. Вот. Так, мне теперь нужно что сделать? Нужно закрыть. И в такое положение согнуть, короче. И я продолжаю мыть. В общем, эта швабра, знаете, хороша тому, кто любит маникюр. Кто не любит полоскать тряпки в воде. Вот, потом больным людям. Вот бывает же, люди делают операцию. Операцию делают. Например, нельзя наклоняться там. Что-то это. Бывают пожилые люди. Ну и, в общем, всем нельзя, короче, остальным. Вот я протерела. Я вам сейчас, можно сказать, пол помыла. Помыла. Да, и еще такое важное, конечно. Обратите внимание, вот это все микрофибра. Вы же не хотите, чтобы ваша тряпка была серая, грязная, какая-то... Ее, конечно же, стирать нужно. Но для того, чтобы стирать, стирать... Ой, что-то мы застряли там. Для того, чтобы стирать, нужно сначала перед мытьем попылесосить. Вот я сейчас окунаю ее. Так, открываю замочек, отщелкиваю. Замочек раз нажимаю. Нажимаю. Вот она мне прополаскивается. Ну, воды можно было побольше налить. Значит, маловато наливать. Центрифугу снова. Вот мне показалось, что я сейчас... Еще раз я протру. Подольте, я хочу уже насухо. Вот, поэтому нужно пылесосить, чтобы не было песочка, грязи, крупного мусора какого-то. Потому что фибра, она просто снывает все остальное. Но вот такую грязь, она, конечно, во-первых, она изнашивается, наверное, и будет грязной. Я вот у вас не видела. Очень грязного серого цвета. А насадки менять, они, в общем-то, не дешевые насадки. Вот. Снова, смотрите, ставлю ее вот так. Ставлю, нажимаю. Все, поехали. Вот. Хорошая вещь. И считается, что только для больших... Некоторые считают, что это для больших помещений. Неправда. Вот у меня, наоборот, тесное помещение, небольшое. И у меня много разных уголков. Вот тут все и под кроватками надо, и все такое. Поэтому мне, мне наоборот, она хорошая. Эта швабра. Вот я, считайте, пол помыла. Так, помыла. Могу вынести. Ну, так можно более щитно. У меня просто в одной руке смартфон. Мне, конечно, может быть... Ну, видите, практически одной рукой и мою. Со смартфоном. Вот снимаю и мою. Насколько можно это самое. Вот. Вот и под кроватью. Ну, неудобно мне сейчас, конечно. Но все равно это лучше, чем с такой шваброй. Вот хорошая вещь. Для линолеума, для плиток подходит. Так что... Мне понравилось. Я увидела рекламу в Ютубе. Ну, не рекламу, а женщина тоже купила. И, в общем-то, рассказывала об этом. Ну, и я, как бы, тоже вдохновилась. Думаю, вообще замечательно. Замечательная вещичка. Почему бы это? Такую не купить. Вот, видите, хорошо. И все. И потом можно помыть. Ну, когда пол весь помоется. Можно, конечно, помыть. Постирать в стиральной машине. Ну, я лично постирала. Вот я просто воду эту сменила. Чистую налила. Там порошочек. И вот так же центрифугией прополоскала. И она у меня, видите, ну, как бы еще даже белоснежная. Ну, не серая. Ну, промывать надо все равно. В общем, вот так вот советую. Всем рекомендую. Мне понравилась. Удобная вещь. Это в поиске набрать можно. Для казахстанцев. Для казахстанцев можно набрать адрес. Какой же там. Ну, в поиске можно словами просто набрать сайт. Интернет-магазин торгового дома Комфорт. Это сетевой магазин. Ну, вообще, все это из Алматы пришло. В общем, ожидала я 7 дней. 7 дней. Ну, и ладно. Зато дешевый вариант. Хорошенькая. Почему бы и нет попробовать. В общем, вот такие у меня средства уборки.